В предыдущей серии вы все потеряли контроль над своей жизнью из-за ОКС. Лечение будет не самым приятным, но если вы попробуете и не сломаетесь, если приложите все усилия, то увидите, как сильно изменится ваша жизнь. Я постоянно мою руки так часто, что кожа начинает слезать. Кристен, никакой воды на твоей коже в течение следующих трех дней. Мой папа погиб в автокатастрофе, его сбила машина, и ты боишься, что собьешь кого-то на машине. Я просто трогаю нос и грудь, это меня успокаивает. Больше всего я боюсь, что причиню кому-то боль, потому что что-то не так потрогал. Я делаю все, чтобы мой сын не умер. Вряд ли эта программа тебе подходит. Я подумал, что было бы неплохо найти тебе еще одну подобную программу и в ней поучаствовать. Это последнее, что мне хотелось услышать. Сегодня в заключительной серии. Это последняя групповая терапия, так что займемся экспозициями. Вот и все. Спасибо, молодец. Я горжусь тобой. Увидимся через два месяца. Отлично. То есть ты вернулась к ритуалам? Шесть пациентов. 21 день терапии. Один известный врач. Поможет справиться со страхами. Проект ОКР. Обсессивно-компульсивное расстройство. Кристин, я подумал, что было бы неплохо найти тебе еще одну подобную программу и подольше в ней поучаствовать. Это последнее, что мне хотелось услышать, что, закончив эту программу, нужно будет пройти через это еще один раз. Хочешь, я кое-кому позвоню и устрою тебя? Нет, не хочу, я хочу домой. Конечно, это не окончательно. Решение принимать тебе. Но я могу подготовить почву. Решать Кристом. Если она скажет, что не хочет, я ничего не смогу с этим поделать. Подумай, прежде чем принять решение. Ладно. Не сдавайся, не унывай. Алло, мама. Привет. Мне сейчас очень грустно. Что случилось? Поговорила с доктором Толлином. Он предложил другую подобную программу. Я хочу в другую среду. Я больше не хочу этого. Я знаю, тебе было тяжело. Но могу сказать, что многое еще предстоит сделать. Иди вперед день за днем, постепенно, и старайся изо всех сил. Хорошо? Хорошо, люблю тебя, спасибо. Я тебя люблю. Пока, мама. Пока. День 20. Последний день лечения. О, Боже. Не могу поверить, что сегодня последний день. Коди. О, Боже. Мы пробыли здесь более трех недель и привыкли друг к другу. Я чувствую, будто мы одна семья. Необычная, со странностями, но все-таки семья. Мне не очень хорошо. Думаешь, как же дальше жить без нас? Да, знаю. Доброе утро. Всем привет. Как дела? У меня сейчас смешанные чувства. С одной стороны, я счастлив, что вы отправляетесь домой. Наверное, вы уже устали от этого места. И в то же время мне грустно вас покидать. Жаль с вами прощаться. Это последняя групповая терапия. Так что займемся экспозициями. Ну вот. Во время сегодняшней терапии у каждого будет одна серьезная экспозиция. Надо будет встретиться лицом к лицу с оставшимися страхами, потому что больше такой возможности не представится. Арине. Это шприц. Нужна еще одна экспозиция с кровью, чтобы забить последний гвоздь в крышку гроба с УКР. Хочу, чтобы ты капнула кровь на руку. Вот так справишься? Боже, давай, ты сможешь. Боже мой. Давай, Арине. Давай, Арине. Вперед. Это все? До сих пор тревожно? Тогда не все. Я чувствую, что... Я думала, что способна на большее. Но очевидно, что проблема осталась. Да, она существует. Это значит, что УКР еще не покончена. Но в то же время я вспоминаю, как раньше ты паниковала при самых безобидных экспозициях. Ты жила в клетке. Но теперь... Теперь освободилась. Можешь посидеть так немного? Посиди. Коди. Коди. Я принес тебе кое-что. Что? Что? Не может быть. Что нужно с этим делать? А вот что. Твой страх – стать некрасивым. Угу. Используй эту последнюю возможность. Изуродуй себя. Итак. Ты сможешь, Коди. О, мой Бог. Боже. Ух ты. Далее. Кристен, съешь торт. Я вижу грязь на руках. Это отвратительно. Давай покончи с этим. И затем я хочу еще кое-что с кем попрощаться. Это называется БПЛ. Безумие подкрепляет логику. Кевин, как дела? Проект ОКР. Коди, изуродуй себя. Ух ты. Ух ты. Что скажешь, Коди? Сколько волос. Смело. Невероятно. Очень смело. Коди, если бы я дал тебе эту машинку для стрижки волос в первый день, во его пребывание здесь, ты смог бы это сделать? Нет. Что поменялось? Просто вы мне показали, что неважно, насколько сложным все окажется в начале, в конце станет только лучше. Это еще одна победа, которую я могу добавить к своему списку. Именно это точно. Спасибо. Ты пробьешься. Трейси, для тебя у меня тоже кое-что есть. И что у меня за экспозиция? Торт? Это торт. Это торт. Раковый торт. Пахнет раком? Не знаю, как вы поняли, что я хочу сделать. Прежде чем его есть, ты должна написать на нем самую страшную вещь, какую можешь представить. Давай. Это ужасно. Так, ладно. Я хочу... Так, я это сделаю. Не могу поверить, что я это делаю. Что написано? Мой сын Шон в больнице умирает от рака. Ух ты. Отлично, Трейси. Молодец. Отличная работа. Спасибо. Кристо, для тебя у меня тоже есть последняя экспозиция. Давайте есть торт. Руками. Джерри первый. Вот так. Замечательно. Коди, чувствуешь вкус рака? Да? Да. Ребята, это жестоко. Вкусно? Кристо, съешь торт. Ты сможешь. Докажи себе раз и навсегда, что ты победишь ОКР. Руки такие грязные. Я вижу грязь на руках и под ногтями. Я не мыла руки уже почти два дня. Это отвратительно. Просто отвратительно. Уж если я справилась. Знаю, но у меня такие грязные пальцы. Ты знаешь, что сможешь. Я вижу грязь под ногтями. Давай, борись, ОКР. Старая Кристон начала бы ломаться и говорить, я не смогу. Но новая Кристон посмотрит в лицо страху. Кристон, это серьезный шаг. Давай, покончи с этим. Это сделает тебя сильнее. Вот так, давай. Молодец. Отлично, Кристон. Ты это сделала. Я хочу кое-что сказать. Я вспомнил нашу первую групповую терапию. Все были такие серьезные. Никто ничего не мог сделать. А теперь Коди только что сбрил волосы, продолжает шутить и улыбаться. Арина тоже шутит и улыбается, а ведь у нее кровь на руках. Трейси улыбается и хорошо проводит время. И с Кристон все хорошо. В первую неделю такого бы точно не было. Конечно, вы все очень изменились. Вы отлично справились. Пришло время собирать вещи. Сейчас я поговорю с каждым наедине, и все свободны. Далее. Хочу тебе кое-что показать. Посмотри на монитор. Я не хочу это смотреть. Проект ОКР Привет, Джерри. Привет. Ты как? Хорошо. Уход из программы и возвращение домой – критический момент. Пациенты могут сорваться. Все зависит от них самих. Что ты можешь сказать о программе? Тебе она помогла? Сложно выразить словами, что вы, эта программа и другие врачи для меня сделали. Твое состояние улучшилось? У меня будто гора с плеч свалилась. Кристон, расскажи мне о том, что дала тебе эта программа. Расскажи о своей реакции на все это. Это было очень сложно, тяжело. Я думала, нужно будет всего лишь прекратить свои ритуалы, и жизнь изменится. Считала, что смогу вырвать сорняки, не трогая корни. А теперь расстроилась, когда увидела, насколько глубокие эти корни. Я хочу тебе кое-что показать, и тогда мы сможем поговорить о том, как многого ты достигла. Посмотри на монитор. Я постоянно мою руки, так часто, что кожа начинает слезать. Вытираю и тру их до крови. Из-за ОКР я совсем одинока. А кому хочется жить в одиночестве? Никому. Я чувствую себя одинокой. Я всегда одна, потому что никто меня не понимает. На каждом переходе я думаю, что сбило кого-то, поэтому несколько раз проезжаю по одному маршруту и проверяю. Из-за этого я не вхожу из дома. Боже, это не я. Я вроде как перфекционист в плохом смысле. Я все поправляю, разглаживаю, чтобы ни одной складочки. Отвратительное чувство. Я же ничего не делал. Просто однажды проснулся. Таки. Это пытка. Сейчас все по-другому. Да, я больше так не делаю. Нужно быть оптимистом. Я не хочу снова быть таким, как на записи. Ты хочешь жить? Да, хочу жить. У меня украли жизнь. Это правда. Я постоянно чувствую, что что-то не так. Лучше вернуться и переделать. Больше всего я боюсь причинить кому-то боль. Из-за того, что я что-то не так потрогал, я теряю контроль. Я так могу и в тюрьму загреметь. Раз-два, 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 раз-два. Снова и снова. Как же я это ненавижу. Если буду продолжать это делать, то ничего плохого не случится. Я делаю все, чтобы мой сын не умер. Сложно осознать, как далеко ты продвинулся, пока не оглянешься назад и не увидишь, с чего начинал. Что за псих это сделал? Шоу уродов. Я не хочу стать таким, как тот, кто это писал. Держись, Коди, держись. Прикажи его сердцу остановиться. Нет. Я хочу, чтобы его сердце остановилось. Не заставляйте меня это трогать. Я никогда тебя не заставлю. Мои руки. Держись, Арины. Отвратительно. Не хочу на это смотреть. Замри. Не трогайте меня. Это твой страх, Кристен. Не трогайте меня. Не могу поверить, что это ОКР сделало с моей жизнью. И мне приходится проходить через это. Меня это бесит. Ты достаточно зол, чтобы отвоевать жизнь обратно? Я повторял себе, не прибегай к ритуалам. Твой уровень? 35. Со 100 до 35. Отлично. Отлично. Никакого эффекта. Это серьезный шаг. Без вас я бы не справился. Это твоя заслуга. Страшно, ты справился. Я столкнулся с серьезными страхами и победил их. Я вернул себе жизнь. Смотрите, она убивает детей. Это все как-то глупо? Да. Я вижу, что теперь это меня не пугает. Я достаточно упрямо, чтобы бороться. И я выиграю эту схватку. Посмотрев это видео, что ты можешь сказать? Я далеко продвинулась. Я даже не подозревала, насколько. Это видео меня очень вдохновило. Да? Да. Поэтому я все-таки хочу направить тебя на еще одну подобную программу. Ты готова на это? Я хочу направить тебя на еще одну подобную программу. Мне это необходимо. Я рад. Мне приятно это слышать. Отлично. Кристен еще многое предстоит сделать, но я ею горжусь. Это важнейший шаг на пути к выздоровлению. Борьба с ОКР – нелегкое дело. Чтобы действительно его побороть в долгосрочной перспективе, человеку необходимо перенести успехи с программы в обычную жизнь. Я очень переживаю. Может, я приеду домой и не смогу вернуться к жизни, но, может, я начну новую. Я выросла. Я познакомилась с замечательными людьми. Уезжать будет непросто. Через пару месяцев я вас навещу. Через два месяца мне нужно будет проверить, как идут дела у всех пациентов. Я хочу увидеть, что они не отказались от своей цели. Как-то в самом начале у нас был разговор, где ты сказала, что хотела бы помогать бездомным. Я подумал, это стоит сделать, чтобы убедиться, что ты справляешься с ОКР. И я поговорил с директором благотворительной организации Лос-Анджелеса. Он был бы очень рад, если бы ты смогла им помогать. Сможешь? Спасибо огромное. Трейси с ОКР. Напуганная Трейси. Многое запрещало Шону из страха. Хочу, чтобы он был в безопасности. Да, но дело вот в чем. Ребенку его возраста нужно выходить, общаться. Даже если тебе это причиняет дискомфорт. Когда я приеду через два месяца, это будет продолжаться? Будет по-другому. Отлично. Тогда я спрошу Шона, что он делает. Если скажет, сижу дома и играю на компьютере, я пойму, что с тобой еще нужно работать. Первым делом я хочу отправиться в колледж, записаться на пары в весеннем семестре. Я должен помнить, чего я здесь добился, как вы мне помогли. Не знаю, как благодарить вас за все. Мы были рады помочь. Простите, я как тряпка, когда дело доходит до прощаний. Могу сдержать эмоций. Все нормально. Это была особая программа. Это все так трогательно. Вы мне очень помогли, спасибо. Сможешь обнять меня на прощании? Отлично. Я горжусь тобой. Спасибо, ты молодец. Люблю вас, док. Ты справился. Большое спасибо. Я горжусь тобой. Жду не дождусь, когда снова увижу вас. Значит, прощаемся не навсегда? Нет, увидимся через два месяца. Надеюсь, у меня будут хорошие новости. Время пришло. Я готов съезжать. Грустно. Вот так. Удачи. Я серьезно насчет звонка. Звони в любое время, если понадобилось. Держитесь на связи, ладно? Пока. Ты справишься. Да. Все будет хорошо. Пока. Пока. Я чувствую себя прекрасно. Я готов стереть все, что было, начать заново. Меня ждет новая жизнь. Даже не знаю. Посмотрим, что будет, когда приеду домой. Моя жизнь круто изменилась к лучшему. ОКР больше меня не контролирует. Все в моих руках. Пока. Я чувствую, что уезжаю с багажом знаний, которые помогут мне в будущем. Спасибо за все. Я изменился. Лечение пошло мне на пользу. Я иду в правильном направлении. Прогресс налицо. Я немного расстроена, потому что не добилась того, чего хотела, но все равно достигла многого. И очень горжусь собой. Два месяца спустя. Лечение – это лучшее, что со мной было. Раньше я жил как будто в клетке, а теперь кажется, что невозможных вещей не бывает. Все двери открыты. И я иду навстречу новому, замечательному будущему. Я учусь в колледже. Я стал независимым. Привет. Привет, как дела? Как вы? Я сам плачу за обучение и получаю хорошие оценки. Переворачиваем страницу. Глава вторая. Я сижу на парах и горжусь собой. Коди. Джордж Вашингтон? Джордж Вашингтон. Часть меня – это новый Коди, но с тем же характером. Я чувствую себя королем. Королем в своем маленьком замке. Дом Коди. С окончания программы прошло два месяца. Я приехал к Коди домой узнать, как дела. А вот и он. Как ты? Рад тебя видеть. И я вас рад. Раньше волосы были длиннее. Все лучше, чем у вас. Хорошая шутка. Можно зайти? Расскажи мне, что случилось с тех пор, как ты уехал из Лос-Анджелеса? Я учусь в колледже. Да ладно. Серьезно, я поступил в колледж. Езжу туда на машине. Родители не беспокоятся, что там я возьмусь за старое. У меня есть мобильник. Я не успевал рассказать все, что хотел, ведь раньше я никогда не хвастался. А теперь у меня появилась такая возможность. У меня еще будут сложности. Мне нужно будет бороться с ОКР до конца жизни. Но только от меня зависит, как я это буду делать. То, что ты рассказываешь, звучит как история успеха. Продолжай бороться со страхами. Напоминай себе, что нельзя прибегать к ритуалу. Если будешь придерживаться этого плана, у тебя все будет хорошо. Что скажете ОКОДИ после окончания программы? Я вижу огромную разницу. Больше нет ритуалов. Вообще нет. Последние 4,5 года для него было пыткой вставать по утрам. Он повзрослел. Уехал от меня мальчиком и вернулся мужчиной. Он должен собой гордиться. Он так горд, что не перестает улыбаться. Посмотрите-ка. Случилось чудо. Все мои молитвы были услышаны. Никогда от тебя такого не слышал. Звучит так, будто я тебя все время бью. Нет, я не это имел в виду, просто... Это здорово. Я болел за ОКОДИ с самого начала. Я очень хотел, чтобы он справился. Видел в нем потенциал. Здорово наблюдать за его успехами. Еще увидимся. Спасибо за все. С тех пор, как я приехал домой, я менее напряжен. Я сделал муфты для свечей зажигания. Мы тоже сделали одну. Я наслаждаюсь жизнью, не прибегая к своим ритуалам. А вот и главный механик. Привет. Как дела? Доктор Толлин. Рад тебя видеть. Как ты? Отлично. А вы? Введи меня в курс дела. Что произошло в твоей жизни с тех пор, как ты покинул программу? Меня все еще преследуют навязчивые идеи. Они поутихли, но никуда не делись. То есть ты до сих пор иногда думаешь, что можешь причинить людям боль? Да. Исчезли навязчивые действия. Серьезно? Я больше так не делаю, они исчезли. В его поведении видны серьезные изменения. Он более расслаблен, общителен, открыт. Больше похож на себя. Его ничто не угнетает. Что ты видишь? Как изменился Джерри с тех пор, как вернулся домой? Он стал другим человеком, очень изменился. Он в каком-то смысле повзрослел. Берет на себя ответственность. Я очень горжусь тобой. И знаю, что тебя ждет успех. Я это ценю. И я ценю, что ты всегда меня поддерживала и поддерживаешь. Спасибо. Я люблю тебя. И я тебя. Я очень горжусь Джерри. Он серьезно поработал и заслуживает этого успеха. Я перед вами в долгу. Спасибо большое. Ты молодец. Если бы я не прошла это лечение, не была бы такой, как сейчас. Арине, привет. Как дела? Хорошо. Рад тебя видеть. Все эти испытания дали мне чувство значимости. Я говорила вам, что хочу работать волонтером с бездомными, когда справлюсь с ОКР. Этим сейчас и занимаюсь. Отлично, идем вместе. Так, я вхожу во вкус. Сначала лечение мне стало лучше. Держите. Сегодня я раздавала людям еду. Пожалуйста. Я рада, что не думаю, зачем я это трогаю, что я делаю. Просто наслаждаюсь. Я приношу радость людям. Было весело. Да, отлично. Посмотрев на то, как ты работала, могу сказать, что у тебя невероятный прогресс. Я тобой очень горжусь. Это жизнь. Я чувствую, что все делаю правильно. Так и есть. Я больше выхожу из дома, хожу в тренажерный зал, не сижу целыми днями в четырех стенах, а потом иду спать. РНС, которое я говорю сейчас, так отличается от той РНС, с которой я познакомился три месяца назад. Я безумно рад это видеть. Ты действительно двигаешься в правильном направлении. Спасибо. Да. Далее. Надеюсь, ему не сделают больно. Ударь два раза по лицу. И затем я хочу еще кое с кем попрощаться. Я вам завидую. У вас пятерых есть прогресс. А у меня нет. Не думаю, что эта программа тебе подходит. Кевин, как дела? Проект ОКР Доктор Толлин, привет, как дела? Трейси, рад тебя видеть. Ты как? Мы встретились с Трейси у секции боевых искусств. Я понял, что она достигла минимум одной цели – дать Шону побыть ребенком. Надеюсь, ему не сделают больно. Так, Шон, вступай. Ударь два раза по лицу. Раз, два. Или три, ничего страшного. Нет, нет, мы здесь, чтобы научиться. Продолжай. Пару раз Трейси была на грани, но большую часть времени она сидела довольная. Была полноценной матерью и позволяла Шону быть ребенком. Молодцы, этим мы и занимаемся. Как-то привыкала к жизни дома в первую неделю после возвращения. Вернулась домой, все было замечательно, и вдруг заболела мама. Я подумала, ну не смешно ли? Я прекратила ритуалы, и моя мама заболела. То есть ты вернулась к ритуалам? Нет. Нет. Я поговорила с мамой, она сказала, не возвращайся к ритуалам, и посмотрим, что будет. Кстати говоря, с ней все нормально. Отлично. Трейси действительно лучше. Она была со мной честна. Я поговорил с ее мамой, она подтвердила всю историю. Она видит серьезные изменения в поведении Трейси. Я наслаждаюсь ее обществом, ведь она больше не прибегает к ритуалам. Я рад, что вы у нее есть. Я рада, что она у меня есть тоже. Вы для нас как ангел, можно я вас обниму? Давайте. Трейси почти увеличилась, но я не хочу преувеличивать. Тебе еще многое предстоит сделать. Я хочу, чтобы ты продолжала работать. Обещаю. У тебя отличный прогресс, я тобой горжусь. Спасибо. Приятно было поболтать. ОКР всегда будет частью моей жизни, но я его контролирую. Все будет хорошо. Я помог тысячам людей с нервными расстройствами, такими как ОКР. Я понимаю, что не всем подходит одно и то же лечение. Не все на программе были успешны. Не у всех были улучшения. Что скажешь, Кевин? Стало хуже. Он не успевал за быстрым темпом наших экспозиций. Ему нужен был индивидуальный подход, который мы не могли ему предоставить на программе. Не думаю, что эта программа тебе подходит. Кевину необходимо было покинуть программу, но это не значит, что он безнадежен. Я направил его к другому психологу, который специализируется на подобной терапии, но у которого была возможность проводить лечение не в таком быстром темпе. Пришло время узнать, пошло ли это ему на пользу. Я начал рисовать 10 лет назад, но последние пару лет забросил. ОКР лишило меня этого увлечения. За последние пару месяцев страсть к рисованию вернулась. И я рад этому. Я рад снова этим заниматься. Есть кто? Привет. Кевин, как дела? Нормально, рад тебя видеть. Впечатляюще. Мне нравится твое новое жилище. В прошлый раз ты жил в кладовке в доме своего друга. Неплохая перемена. Да. Отлично. Я недавно переехал, так что... Все еще в процессе. Нужно купить стулья и другие вещи. Скажи, что изменилось в тебе после новой программы. Стало лучше или хуже? Разница есть? Безусловно, лучше. Навязчивые мысли все еще появляются, но желания им потакать гораздо меньше. Было грустно видеть, как ты уезжаешь, но я рад слышать о том, что твоя жизнь движется в нужном направлении. Да, все стало гораздо лучше. Мне нравятся картины. Потрясающие. Скажи, между ними и ОКР есть связь? Да. Вот это просто кричит ОКР. А это вид мозга, пораженного ОКР. А если можно было бы нарисовать монстра тревожности, это был бы он. Я чувствую, что Кевин делает шаги в правильном направлении. Безусловно, ему предстоит много работы, но он лечится у замечательного врача, так что я знаю, что все будет в порядке. Я уверен в нем. Спасибо, что помогли мне с этой картиной. Когда Кристен покинула мою программу, она отправилась на следующее, в больницу Роджерс. Сегодня я навещу ее. Спустя два месяца она все еще продолжает лечение. Попробуем еще раз. Превосходно. В последние два с половиной месяца мы целыми днями проводим экспозиции. Не пропустили ни одного дня. Теперь по лицу. Я не помню, когда в последний раз делала то, что делаю сейчас. Чувствуешь себя на все сто? Да, я горжусь собой. Все правильно. Доктор Толлин. Привет, как дела? Привет, Кристен. Рад тебя видеть. Пожимаешь руку? Прекрасно. Я сразу увидел, что Кристен выглядит счастливее, чем я помню. ОКР больше не угнетает ее. Кристен, ты приехала сюда сразу после нашей программы в Лос-Анджелесе. Как тебе этот переход? Что ты чувствовала? То, что случилось в Лос-Анджелесе, пошло мне на пользу, но программа была для меня слишком быстрой. Но меня бы здесь не было, если бы все не началось в Лос-Анджелесе. Вот почему я рад, что вижу, как ты полна надежды на будущее. У меня к вам вопрос. Что бы вы сделали так же, а что было бы по-другому? Я бы сделал так, чтобы ты говорила со мной. Я не мог понять, страдаешь ли ты или паникуешь, или просто упрямишься. Я впервые училась выражать свои чувства словами. Я знала только, что было зла на жизнь и на всех остальных. Злость – единственное чувство, которое я знала. У Кристен высокие шансы на долговременный успех. В то же время ей предстоит серьезная борьба. Скажи мне, Кристен, что будет, когда ты вернешься домой? Пойду еще на одну интенсивную программу в медицинском центре университета Лос-Анджелеса, но не знаю, сколько она продлится. Хочешь окончательно побороть УКР? Да, хочу, чтобы быть хозяйкой своей жизни. Хочу всегда быть свободной. Когда мы начали программу, у нас было шесть человек, чьи жизни были разрушены УКР. Я чувствую себя так каждый день. Каждый день, потому что не могу остановиться. Они отдали свои жизни. Я не могу. Лучше не станет. А теперь у нас шесть человек, которые снова начинают нормальную жизнь. Я побеждаю страхи. Я могу сделать все. Я расправлю крылья и полечу. Жизнь без симптомов УКР. Жизнь, которую стоит проживать каждый день. Я буду бороться, потому что жизнь без УКР – это счастье. Я уверен, что их жизнь станет гораздо лучше. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гавреля.